Научные теории не являются абсолютной правдой, их всегда можно доказать или опровергнуть. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня мы углубимся в историю, чтобы узнать о самых безумных теориях, в которые раньше верили люди. Зубные черви Тысячи лет назад ученые полагали, что зубная боль вызывается наличием червя внутри зуба. Они называли это предполагаемое существо зубным червем. Самое первое упоминание о нем относится примерно к 5000 году до н.э. До 18 века, когда теория зубного червя была опровергнута, ученые не понимали, что зубы подвержены воздействию бактерий, которые содержатся в пище. Ранее они утверждали, что в кроне зуба прячется зубной червь, который вызывает боль, когда начинает шевелиться. Когда червь отдыхал, боль прекращалась. Эта теория еще и подтверждалась тем фактом, что нерв в нижней части зуба напоминал слегка червя. Однако ученые не сошлись во мнении о том, как выглядит предполагаемый червь. Британские ученые утверждали, что он похож на угря. Немецкие ученые говорили, что он напоминает личинку. Даже в 18 веке, когда теория зубного червя была опровергнута, не все ученые согласились это принять. Некоторые ученые продолжали считать, что зубная боль связана с зубными червями аж до 1900-х годов. Материнский отпечаток. До начала 20 века люди верили, что переживания беременной женщины могут повлиять на будущего ребенка. Все это было названо материнским отпечатком. Люди утверждали, что материнский отпечаток может быть следствием того, что слышала мать. Например, если женщина во время беременности услышит громкий звук, то она может родить глухого ребенка. Отпечаток может вызываться и тем, что увидела мать. Беременная женщина может родить слепого ребенка, если увидит слепого. Врачи тех времен советовали беременным женщинам посещать приятные места, такие как художественные галереи и музыкальные концерты, чтобы они не рожали уродливых детей. В 1726 году служанка по имени Мэри Тофт воспользовалась верой в материнский отпечаток, чтобы заставить врачей поверить в то, что она родила кроликов. И врачи пришли к выводу, что ее дети превратились в кроликов потому, что она ела кроликов, мечтала о кроликах и любила гоняться за кроликами по саду. Джозеф Мэррик, известный как Человек-Слон, считался жертвой материнского отпечатка. Люди думали, что он родился таким уродливым, потому что его мать была напугана слоном во время беременности. Но сегодня мы знаем, что Мэррик страдал от синдрома протея. Самозарождение Теория самозарождения утверждала, что зарождение живых организмов из неживой материи вполне возможно. Например, считалось, что мыши могут самозарождаться в хранилищах продуктов, а личинки в испорченном мясе. Впервые эта теория была высказана еще в римскую эпоху. Вся эта теория стала следствием наблюдений. Люди заметили, что на испорченном мясе всегда появлялись личинки, и что в накрытых ветошью и хранящихся в темном месте хлебе и сыре таинственным образом появлялись мыши. В 17 веке кто-то даже писал, что мышей можно было создать, завернув пшеничную шелуху в потную ткань и оставив ее в непокрытой банке на 21 день. На протяжении веков многие ученые опровергали возможность самозарождения, но ни один из них не мог предоставить категоричных доказательств. Приверженцы теории самозарождения иногда даже искажали результаты экспериментов, чтобы подтвердить свои убеждения. Эта теория была окончательно опровергнута Луи Пастером в 1859 году. В течение 17 и 18 веков врачи полагали, что человеческая яйцеклетка уже содержала крошечного человека, который затем в матке лишь увеличивался в размерах. Эта вера называлась преформационизмом и распространялась на животных и насекомых. Ученые даже утверждали, что обнаружили маленьких крылатых существ в куриных эмбрионах. Преформизм был опровергнут после создания более мощных микроскопов. Ученые обследовали яйцеклетку и эмбрионы человека и животных и обнаружили, что они не содержат никаких миниатюрных существ. Сегодня на смену преформизму пришел эпигенез. Теория полой земли Теория полой земли немного отличается от других теорий в этом видео. Во-первых, она никогда не бывала принята большинством ученых. Кроме того, некоторые люди до сих пор считают ее истиной, хотя и нет никаких доказательств. Теория полой земли была предложена в 1692 году Эдмундом Галлеем, в честь которого получила свое название комета Галлея. Галлей предположил, что Земля была полой после того, как обнаружил, что магнитное поле нашей планеты часто менялось. Он полагал, что это было возможно потому, что у Земли было не одно магнитное поле. Галлей предположил, что наш мир состоит из четырех сфер. Земля, которую мы видим, является самой большой сферой. Еще три сферы находятся внутри. Чем ближе к центру Земли, тем меньше сферы. Несколько ученых поддержали теорию Галлея, а некоторые даже внесли свои дополнения. Например, Леонард Эйлер утверждал, что Солнце внутри Земли дает свет людям, живущим на внутренних землях. Сэр Джон Лесли предположил, что на самом деле было два Солнца. Тем не менее, теория была опровергнута, но и сейчас с этим согласны не все. Ну а на сегодня, думаю, безумных теорий достаточно. Не забывайте оценивать видео, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok